Учение об искуплении 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 Изливаемое во оставление грехов От Иоанна Сказав это, Иисус обратил взор к небу и сказал Отец, пришло время, даруй славу сыну своему Чтоб твой сын восславил тебя Как раньше ты дал ему власть над всем мирским Чтобы дал он вечную жизнь всем тем, кого обратил ты к нему Я принес тебе славу на земле и завершил назначенное тобой И теперь ты даруй мне славу перед ликом твоим, Отец Ту славу, что знал я с тобой еще до существования мира Я открыл тебя тем людям, которых ты дал мне от мира Они были твои, но ты отдал их мне И они сохранили слово твое Теперь же они знают, что все дарованное тобою мне исходит от тебя Я дал им учения, которые ты дал мне И они приняли его Они поняли воистину, что я пришел от тебя И верят, что ты послал меня Я молю тебя за них Не за всех людей мира молю я Но лишь за тех, кого послал ты ко мне Ибо они принадлежат тебе Я молю тебя за них И не только за них, но за всех, кто верует в меня Благодаря учению, которое эти люди несут другим Молю тебя, чтоб даровал ты им единение Ты во мне, и я в тебе Пусть же и они станут едины с нами Чтобы уверовал мир, что я послан тобой Я принес им славу, которую ты даровал мне Чтобы они стали едины, как едины ты и я Я не только открыл им тебя Но впредь буду открывать им тебя Чтоб та любовь, которую ты даровал мне Принадлежала и им И я продолжал жить в них 1 Иоанна Мы видели и слышали это И теперь объявляем об этом и вам Чтобы вы приобщились А приобщение ваше будет Богу Отцу И Сыну Его Иисусу Христу И вот какое послание, полученное от Бога Мы передаем вам Бог — это свет, и вовсе нет в нем тьмы И если мы говорим, что приобщились к Нему Но продолжаем жить во тьме То лжем и не следуем правде Если же мы будем постоянно жить во свете Как Он во свете То приобщимся друг к другу И кровь Иисуса, Сына Его Очистит нас от всяческих грехов Если мы говорим, что безгрешны То обманываем себя Ибо нет в нас истины Если мы исповедуемся в грехах наших То Бог неизменно и со справедливостью Прощает нам грехи И очищает нас от всей неправедности Кремлян Бог показал, как великая любовь к нам Ибо если, когда мы еще враждовали с Богом Он примирился с нами через смерть Своего Сына То тем более теперь, когда мы примирились с Ним Он спасет нас через жизнь Своего Сына И не только будем мы спасены Но и сейчас ликуем в Боге Через нашего Господа Иисуса Христа Примирившись с Богом через Него Из книги «Наука и здоровье» Сключен к священному писанию Учебник оцелителя Написанного известной целительницей Мэри Беккер Эдди Божественное единство Искупление – это наглядный пример единства человека с Богом Благодаря которому человек отражает божественную истину, жизнь и любовь Иисус из Назарета учил, что человек и Отец – это одно целое И проявлял это единство за этому обязанным бесконечным почитанием Его миссия служила как Ему самому, так и всем остальным Он исполнял дело своей жизни правильно Не только из справедливости к самому себе Но и из милосердия к смертным Чтобы показать им, как они должны делать свое дело Но не для того, чтобы сделать это за них Или освободить их хотя бы от малейшей ответственности Иисус действовал смело Вопреки общепринятым свидетельствам чувств Вопреки фарисейским догматам и обычаям И своей исцеляющей силой Он опровергал доводы всех своих противников Иисус помог примирению человека с Богом Дав человеку более правильное понятие любви Божественном принципе учения Иисуса И это более верное понятие любви Спасает человека от законов материи, греха и смерти Законом духа, законом божественной любви Эффективное раскаяние Каждая мука раскаяния и страдания Каждое усилие исправиться Каждая добрая мысль Каждый хороший поступок Помогут нам понять искупление Иисуса за грех И будут способствовать эффективности этого искупления Но если грешник продолжает молиться Раскаиваться, сокрушаться и грешить То он далек от искупления От единения с Богом Потому что ему недостает эффективного раскаяния Исправляющего сердце И делающего человека способным Исполнять волю святой мудрости Кто не может продемонстрировать Хотя бы от счастья Божественный принцип учения и дел нашего Учителя Тот не имеет счастья в Боге Если мы живем в непослушании Ему Мы не будем чувствовать себя в безопасности Хотя Бог и есть добро Ждите награды Совершайте свое собственное спасение Таково требование жизни и любви Потому что с этой целью Бог содействует вам Трудитесь, пока я возвращусь Ждите свои награды И не унывайте, делая добро Спасение не приходит извне Окончательное освобождение от заблуждения Благодаря которому мы радуемся бессмертию Безграничной свободе и безгрешному чувству Не достигается по пути усеянными цветами А также не достигается верой без дел Полагаясь на чужие усилия Справедливость требует исправления грешника Милосердие прощает долг Только с согласия справедливости Мудрость и любовь могут требовать много личных жертв Чтобы спасти нас от греха Одной жертвы, как бы велика она ни была Недостаточно, чтобы уплатить долг греха Искупление требует постоянного самопожертвования Со стороны грешника Для Бога было бы противоестественным Излить гнев на своего возлюбленного сына Такая теория создана людьми Искупление – трудная проблема в теологии Но ее научное объяснение состоит в том, что страдание и заблуждение греховного чувства Которое истинно разрушает И что в конце концов, как грех, так и страдание Падут перед вечной любовью Славная Гефсимания Вспоминая пот агонии Святым благословением Оросивший траву гефсиманского сада Станут ли самый смиренный Или самый сильный из его учеников Роптать, когда они в свою очередь будут пить Из той же самой чаши И думают ли они, что хотят избежать Этого возносящего испытания Которым грех мстит своему разрушителю Истинная любовь редко кого вознаграждает До завершения дела всей жизни Христиане должны восстать против заблуждения Как своей собственной обители, так и вне ее Они должны бороться с грехом В самих себе и в других И продолжать эту борьбу, пока не завершат свой путь Если они сохранят веру То обретут венец радости Победа над могилой Наш учитель полностью и окончательно Показал божественную науку Своей победой над смертью и могилой Эта победа Иисуса Должна была служить для прозрения людей И спасения всего мира от греха, болезни и смерти Апостол Павел пишет Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, кажущейся смертью сына его То, тем более, примирившись, спасемся с жизнью его Через три дня после погребения его тела Он беседовал со своими учениками Преследователям не удалось замуровать в гробнице Бессмертную истинную любовь Камень отвален Богу слава О борющемся сердцам мир Христос отвалил камень от двери человеческой надежды и веры И открыв и продемонстрировал жизнь в Боге Возвысил их до осуществимого искупления Единения с духовной идеей человека И его божественным принципом Любовью Не существует никакой другой силы, помимо Божьей Всемогущему принадлежит вся сила А признавать какую-либо другую силу означает не уважать Господа Бога Смиренный Назарянин опроверг предположение, что грех, болезнь и смерть обладают силой Он доказал их бессилие Древнееврейским священникам следовало бы смирить свою гордыню, когда они видели, что наглядные проявления христианства превосходят влияние их потерявшей силы веры и ритуалов Какими бы пилкими словами не выражалась молитва о смирении, она не всегда означает желание смирения Если мы отворачиваемся от нищих, мы недостойны получить награду от того, кто благословляет нищих Мы признаемся в том, что у нас очень злое сердце и просим вывести его на чистую воду Но не знаем ли мы уже об этом сердце больше, чем мы готовы открыть своим ближним Испытывать сердце Нам нужно проверять себя и знать, каковы привязанности и намерения наших сердец Потому что только таким путем мы узнаем, каковы мы в действительности Моральная победа Если истина преодолевает заблуждение в вашем повседневном поведении и разговоре То в конце концов вы сможете сказать Подвигом добрым я подвязался, веру сохранил Потому что вы стали лучше В этом заключается наше участие в единении с истинной любовью Христиане продолжают бороться и молиться не потому, что надеются достичь гармонии и награды Благодаря доброте, страданиям и торжеству другого Если ученик духовно прогрессирует, то он подвизается войти Он постоянно отворачивается от материального чувства И обращает взор на нетленные объекты духа Если он честен, то он отнесется к этому серьезно с самого начала И каждый день будет понемногу продвигаться в правильном направлении Пока, наконец, с радостью не закончат свой путь Аминь Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео Для этого нажмите на кнопку «Подписаться» под этим видео После того, как вы нажали «Подписаться» Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на электронную почту Выберите «Получать все уведомления» и нажмите кнопку «Сохранить» Спасибо за поддержку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!